Ларри Робинс 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 Двое мужчин в деловых костюмах. Они несколько скучающим видом задали ему несколько вопросов, между делом записывая что-то. Через пару минут они вместе с Ларри вышли из комнаты и попросили угрюмую секретаршу проводить Ларри в кабинет мистера Картера. Она поднялась с ним по лестнице на два пролета вверх и подвела к деревянной двери в конце хорошо освещенного, уютного коридора. Он дважды постучал в дверь. Изнутри раздался голос. Его просили войти. Он подчинился. Мужчина лет сорока встал, улыбнулся и указал Ларри на кресло. Он предложил выпить. Ларри любезно принял предложение и они начали разговор. Мужчина представился мистером Картером и упомянул, что его компаньоны, господа Маршал и Дарк, тоже крайне заинтересованы в том, чтобы взять его на работу. Они обсудили работу, которую он должен будет выполнять, людей, с которыми ему придется сотрудничать и штат, в который он будет зачислен. Когда мистер Картер заметил, что Ларри так и не прикоснулся к виске, он предложил тост за долгое сотрудничество. Ларри поднял бокал, сделал большой глоток и моментально рухнул на пол без сознания. Очнувшись, он почувствовал жуткую слабость. Лампы у него над головой, слишком яркие после такого глубокого обморока, напомнили ему о лампах над хирургическим столом в больнице, где его почку трансплантировали. А когда он попытался поднять руку, чтобы прикрыть глаза, он обнаружил, что привязан к столу. Вторая попытка окончилась тем же. Его внимание привлек голос слева. Он взглянул на человека в костюме, который улыбался ему сверху вниз и почувствовал, как живот скрутило от страха. Спасибо, что приняли наше приглашение на работу, мистер Робинс. Мы надеемся, что вы долго пробудете с нами. Он увидел, что с обоих сторон к столу подходят врачи. «Джентльмены, начинайте с той же почки. Потом проверим, что еще может вырасти заново. Мистер Робинс, вне всяких сомнений, будет хорошим вложением средств». В его вены снова хлынул препарат. Когда его зрение затуманилось, он успел подумать о семье, которая находилась меньше, чем за милю отсюда, а потом провалился во тьму. Субтитры создавал DimaTorzok